Сейчас я сделаю вам анализ состояния вашего бизнеса. Я карту разложила заранее, чтобы не отвлекать ваше внимание. Поговорим о сильных и прочных звеньях, которые хорошо отлажены на участках вашего бизнеса. И тут у нас речь пойдет, вот по этой карте жрица, о любых задачах, которые вы терпеливо решаете, вкладываете в эти задачи вашего бизнеса всю свою душу. Вы прислушиваетесь к своей интуиции, к совету со стороны. И важно то, что вы оказались в нужном месте и в нужный момент. И ваш талант в ведении вашего бизнеса, и ваша развитая сильная интуиция, ваши сильные звенья в бизнесе. По карте императрица слабые звенья в бизнесе, которые нужно доработать, наладить и укрепить. Это то, что нужно энергичнее воспользоваться, подаренной вселенной возможностью проявить себя и выполнение поставленных задач, проявить себя. И воспользоваться возможностью развивать свой талант. Также нужно энергичнее воспользоваться возможностями улучшить свое финансовое положение по этой карте. Как вы будете развивать все это, так вот такой у вас и будет доход. И еще хочу вам сказать, что при сочетании этих двух карт императрицы и верховные жрицы, у вас идет обретение богатого опыта. То есть теории и практика в бизнесе у вас идут рука об руку, что очень важно. Значит, сейчас мы посмотрим на слабые участки, в чем заключается основная проблема. Вот по этой карте алхимик, по-другому она называется еще маг. А мы посмотрим, например, вот как бы сказать вам, на техническую сторону, что ли, вашего бизнеса. Здесь вы должны проявиться в новаторстве, в развитии своего мировоззрения, для своего бренда. То есть нужно развивать свой бренд, нужно использовать различные инструменты, идти в ногу со временем для успеха своего бренда. И еще нужен систематический контроль. А также могу сказать, что проект, то есть ваш бизнес, принесет вам прибыль. Как человеческий фактор посмотрим, что здесь, какие здесь слабые участки, которые нужно укреплять. Это тот фактор, как персонал. Тут тоже нужен более, тут нужен более жесткий контроль и четко выработанная, извините, выработанная система. Но также им нужна забота о своих подчиненных. Человеческая забота. Развитие взаимоотношений, нужны в социуме, с потребителями. Развиваться нужно больше с заказчиком, с клиентами, с покупателями. А вот взаимоотношения должны развиваться. Ну и так далее. Покупатели и так далее, да. Какие нужно предпринять необходимые действия сейчас вот рассмотрим. И вот по этой карте, фортуна, мы видим, что перемены внутри бизнеса, внутри вашей компании неизбежны. И поэтому вы лучше не сопротивляетесь этим переменам, а постарайтесь обернуть их себе на пользу. Далее. По королеве Пентаклей. Что за пределами компании? Необходимые действия. Какие должны быть? Эта карта говорит, что с людьми держаться нужно вежливо, корректно. Если вы крепко стоите на ногах, вот она тоже об этом вам говорит, то можете в принципе обойтись и без напряжения. Но должны быть осмотрительны. И вам нужно знать, что есть в вашем распоряжении и как вы собираетесь использовать это. Это что есть у вас. И стремясь к своему процветанию, вы не должны бояться замарать рук. Например, делать руками тяжелую работу. Создавайте свой бизнес, используйте свои способности на всю катушку и проявляйте это во всем. Какие дополнительные рекомендации от карт? Другими словами, совет карт. И здесь мы видим принцессу Жезлов. Что же нам говорит эта принцесса? А она говорит, что так как перемены неизбежны, то время пришло, пришло действовать. И энергия, но энергия, говорит принцесса, должна быть стерживаемой. Что вы можете быть уверены, что вам придется все-таки сдвинуться с места. То есть, ну, не то, что с места, а вот у вас налаженные движения вперед, нет, о чем мы уже говорили, о развитии, о развитии бренда и инновациях. И делать что-то еще нужно. Развивать бизнес, создавать что-то новое. И хотя вы, конечно, в этот период можете промахнуться, говорит вам принцесса, и вот на этом этапе трудно вам будет попасть, возможно, сразу в цель, но надо запастись терпением, чтобы результат был. И, возможно, даже где-то набраться терпения и подождать подходящего момента. И здесь важную роль, повторюсь как итог, да, это терпение и точность. А что же будет, если оставить все как есть? И вот по этой карте мы видим, что будет моральное удовлетворение. Да, ведь моральное удовлетворение – это и есть ваш бизнес. И ваш бизнес, он как ваша семья, как ваше дитя. И вы нарисовали идеальный рисунок вашего бизнеса, который у вас в голове. И вы, ну, как бы, идеализируете его для себя, бизнес. Вопросов финансов вы заработать можете столько, сколько захотите. Вот захотите вы 10 тысяч заработать, да, вы заработаете 50 тысяч, да, вы заработаете 100 тысяч заработаете. А вот если говорить о 10 миллионах, вот тут уже немного можно подумать и посомневаться. Смотрите, сможете ли вы заработать 10 миллионов без введения новшеств, не идя в ногу за временем, не используя современные коммуникации. Ну, в общем, новаторство не используя. В общем, всё, что нужно в нашем мире, в нашем современном мире, вы должны это подхватывать на ходу и использовать. И без этого использования, а вот без этого развития, без этих перемен, навряд ли вы сможете заработать 10 миллионов, как так, как 100 тысяч, допустим. И последняя карта, которая у нас в раскладе, она отвечает на вопрос, что будет, если последовать совету карт Таро. А будет вот что, вам придётся очень и очень много работать и создавать что-то новое, идти в ногу со временем. Ну, о чём я говорила уже и дальше, о чём видно по картам. И, конечно, принимать решения вам и только вам. Ведь это ваш бизнес, ведь это ваше дитя, ведь это ваша семья, это ваше любимое детище. И поддерживать его, и развивать его, и думать о нём, то есть делать подкормку для своего бизнеса. Это думать и решать, как это делать только вам. Поэтому на этом я с вами прощаюсь. Значит, ну, хочу акцентировать ещё внимание на том, что, возможно, этот расклад подошёл сейчас не для всех, так как этот расклад общий. И поэтому, если вы хотите знать какие-то тонкости именно о вашем бизнесе, вам нужно, конечно, заказать индивидуальную консультацию, анализ вашего бизнеса индивидуально. А на этом я заканчиваю свою консультацию. Всем пока-пока. Люблю вас. До скорых встреч.